Добрый день. Вам видно? Да, а меня как видите видно? Ну видно также в тумане. Мы что могли сделали? Вот. И занавесили, и поставили уголочек. Вот. Скажите, у меня тут к вам такой вопрос, если можно. Вот на сайте Галины Царевой. Диктуй дальше. Против карт.орг. На сайте Галины Царевой сайт против карт.орг. Вот 202 закон Российской Федерации о том, что если письменно отказаться от электронного паспорта, то его можно не получать. Ну и что? А вот, ну это, действует этот закон? Да они меняют эти законы. Сегодня есть, а завтра другой примут. Какая роль-то, какой он паспорт-то? Там ничего нету в этом паспорте-то. Они только для большего быстрого счёта эти паспорта делают-то. Чтобы труднее было подделать. А, понял. А вот второй такой, значит. Тут ничего в этом нету в паспорте-то. Ничего нету. Как это, придумали что-то там, код, там чип, это ничего ещё нет. Это сатана наворачивает людям. Когда сатана-то придёт, они скажут, так мы его уже боролись с ним, а это ты не сатана. Антихриста, когда придёт. Она царёва пишет, она из этой темы выйти не может. Она везде-везде всё это выискивает. А-а. Ну, знаете, просто мы хотим для себя как бы успокоение такое найти. Нет, вы напрасно в это дело. Это... Нет ничего ещё, ещё раз говорю. Нету. Они эту тему избрали, и они на ней ёрзаются день и ночь. А ничего нигде нету. В детстве сказано, что мы боролись с какими-то цифрами, с бумажками-то. Ну, глупости это. Боролись, когда были христиане первые гонимы, они боролись, чтобы не сдать, не принести жертву идолам. Вот, больше ничего не было. Их за это казнили. А это где-то бумажка, какая-то цифра. Цифра шестёрка вообще ничего не значит. Написано тут мудрость, мудрость. Кто имеет... А что считать, когда 666? Там считать нечего. Значит, это не буквально понимается-то. Не буквально. У меня книги 666-я страница. Ещё теперь вырывать её? Понял, понял. Вот. Ну, Олеся, прочитай второй вопрос. Ну, вот ещё 62-й закон о депортации тех лиц, кто не имеет гражданства Российской Федерации. А если я, к примеру, приеду, вот, к примеру, даст Бог, вот, к примеру, буду дом строить, и меня депортируют потом. А почему? А тут такой закон, 62-й закон есть. Какой закон? Вот он, Никита у нас. Подойди, Никита. Он с Украины. Так, с Украиной это отношение намного сложнее, чем с Белоруссией это. Что ты сегодня получил? Наклонись. Добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня получил я вид на жительство. Это предпоследний этап, ну, если человек хочет принять гражданство Российской Федерации. Что ещё сказать вам? Сначала получается разрешение на временное проживание, это надо год ждать. А потом после этого, следующий этап, это вид на жительство. А после этого гражданство уже, да. Год ждать, да? Да, год. Ну, как получится. Вы лучше зайдите на сайт миграционной службы, там всё расписано. Там немножко, ну, покажется много вам, но там, по крайней мере, без ошибок вам будет всё изложено. То, что я могу что-то попутать, потому что это уже длится четвёртый год. Я могу какие-то даты, времена, сроки перепутать, а там вы точно прочитаете. Сайт миграционной службы Российской Федерации, просто через поисковик. Там какие документы нужно собрать, сколько это стоит, там, денег тоже придётся выложить. Ну, не так уж и много может, но придётся. Получить, значит, диплом о владении русским языком. Причём, сдаёшь там тест, где у них там положено, присылают тебе диплом твой. Причём диплом, кажется, из Санкт-Петербурга мне прислали, как будто я там где-то заочно окончил, что я могу, русский знаю, там, как-то русский язык, немножко историю, немножко там право. Ну, дальше всё. После этого вид на жительство, вот я получил сегодня. Я не могу пропустить. А что получить гражданство уже? Не знаю, когда это ведут и ведут ли. Но уже обещали, что в октябре, вот прошлого года, нужно будет приносить присягу. Что ты клянёшься, там, соблюдать, там, законы Российской Федерации, уважать культуру, там, ну, что-то ещё. Это в Америке везде это есть. Чтобы ты врагом не был. Это и понятно, они о безопасности заботятся. То есть, а вид на жительство, это на пять лет даётся. Через пять лет можно ещё продлить на пять лет. И так, неограниченное количество раз. То есть, даже если я не захочу пронесить клятву, я могу на этом виде на жительство, то есть, ехать потихоньку, хоть сто лет, пока не изменят там законы. Даст Бог. А ещё немножко раз. Я немножко пропустил. У меня немножко слух от работы моей. С инструментом работают, я слух чуть-чуть спрятал. Хотел спросить, а вот на русский язык где это вот экзамен называть? Я прослушал. Это прям миграционная служба. Вот в Барнауле, там прям на улице Шевченко 170. Там, конечно, на четвертом этаже, у них специальная аудитория. Там, не знаю кто там, мужчина. Но он так всё толково объясняет, что просто, чтобы не сдать, уже нужно быть, ну, не знаю кем. Там, кажется, каким-то узбеком, который сидит, который совсем уж едва-едва разговаривает. Там это, там разрешается, то есть, и там подсматривать, и помогая друг другу. Это не строго. Я вот сам сделал всё. Рядом парень сидел со мной молодой. Мне попросили, чтобы я ему помог тоже. Ну, я подумал, ну, не грех, наверное, будет. И он мне там, он даже не думал, даже не пытался вообще размышлять что-то. Он совсем, в школе не учился толком. Ну, такой, как я возраст, например, нам чуть моложе. Ну, я ему показываю, показываю. Он только где показывает, там и тыкает, там и пишет, там галочки ставит. Даже нисколько не хотел, то есть, понять. Это нетрудно там. То есть, я, к примеру, приезжаю, да, ну, к примеру, да, то сначала Барнаул, а Барнаул за эти экзамены, да, к примеру? Да. Ну, как только приехали, нужно в течение трёх суток тут же явиться там по месту пребывания в городе, скажем. С вашим, и там специально такой дают корочку при пересечении границы. На поезде или на автобусе нужно явиться с ней туда и, как бы, показаться, что ты пересёк. Ну, и, ну, и, конечно, там, как мне смысленно, тем тихо, на чем мы ходили. И, как бы, я у него временно, кажется, на три месяца, до получения, там, кажется, разрешения на временное проживание, ну, как бы, ты у человека, он тебя принимает, как бы, к себе. Там эти, как узбеки делают, которые там проживают в Барнауле, там один человек за них, ну, не знаю, видимо, на работу приезжает целые там полсотни, а их там уже ждут, для них всё готово, они и по-русски толком не говорят. С них только ходит один такой самый главный, русский или из ихних такой же бывалый. Он всё пачку соберёт, сам ходит, даёт, сам распоряжается, деньги платит, ну, он уже, как бы, знает всё. И этим делом всем занимается. И вот, и после этого нужно собрать документы на разрешение на временное проживание. Это нужно пройти, там, медкомиссию, там, это, снимок лёгких. Это Барнауле, да? Да, это Барнауле, это везде так. Потом нужно сдать, там, тесты, что не больной СПИДом, там тоже проходишь, там, центры СПИДа в Барнауле находятся, кровь там берут тебе, снимают, анализы, ожидаешь ответов. Потом перевод паспорта, ты делаешь тоже на Тарасе, ну, там это всё. Рассчитано, там, сколько можно больше денег с тебя взять. Они все уже только на этом и питаются, которые в больнице сидят, эти люди, которые переводят. Это нотариус, который отдельно деньги за это получает, там, 400 рублей, кажется. Просто запечать, что ты там, тебе перевод правильно сделан, правильный перевод паспорта. А потом вид на жительство, это нужно уже, ну, я не знаю, не помню, как. А, ну, потом, до того, как получить вид на жительство, нужно, кажется, однажды в год, предоставить документы. Да ладно. Что у тебя, ты где-то или устроен официально на работу, или кто-то тебя, как это называется? Понише, опускай голову, а то не видно. Как это называется? Тебя принял, как бы, а, типа поручитель твой, или ты, ну, как будто, как принял тебя, как, не знаю, как сироту, или просто. Или у тебя есть какая-то, там, сумма минимальная по данному региону, где ты проживаешь, за год заработная плата, там, 100 тысяч рублей, там, или 80 тысяч рублей, зависимости, где. Ты показываешь им, пока ты получаешь вид. А когда получил вид на жительство, то уже, как бы, ничего не требуется, ты просто каждые пять лет продлеваешь, ну, только деньги платишь, взнос какой-то там государственный, и все. Понятно? Ну, кое-что понятно. Откуда именно с Украины, вот ты? Это Киевская область, город Борисполь. А, а я сам с Украины, я родился в Вологерке под Белой Церковью. Ну, это там же рядом, в Киевской области тоже. Да, вот, а бабушка у меня, вот, последние 20 лет, вот, жила в Боуславе, под Мироновкой, там, рядом, недалеко. Понятно, понятно. Вот, а что мы земляки. Вот. Начинаем такие вопросы. А вот мы еще слушали, как бы, такое видео, что с 1 января 2017 года во все банкоматы вставляют дополнительно считыватель штрих-кода Солба. Это начальник паспортного стола сказал. Я даже не знаю, Никита, а где это? Что такое? Я ничего не знаю даже. Да нет такого ничего. Мы можем вам сайт этот кинуть. С сайтом ВИП. Речь еще идет, по карточке деньги получить или что? Они говорят, что в банкомате, где получают деньги, в банкомат есть такой ящичек. Вот. Там сейчас установили устройство, что якобы будут снимать это Солба. Это глупости. Да глупости. Сто процентная глупости. У меня вот карточка, допустим, я подхожу такая, я не знаю, как поворачивать ее. Но там стоит дежурная, она берет, ткнула, сколько надо. Сколько у вас? Я говорю, понятия не имею. Ко мне присылает там за книги. Она посмотрела. Ну, сразу можно взять не больше 50 тысяч. Снял, на следующий день я должен пойти еще раз. Потому что они боятся потерять. Обманщики-то есть же. Ну и все. Я номер, код набираю, а она отворачивается, чтобы не видеть такой порядок. Она мне помогает снять деньги мои. А я-то не знаю даже, что там нажимать как. Ну, бестолковый. Ну, все знать невозможно. Ну, да. Ну, мне не нужно там. Раз там два месяца сходил, а летом уезжаю. Через четыре месяца приезжаю, тогда пошел и получил. По карточке меньше, когда пересылают деньги, там меньше подоходные берут. Меньше за перевод. И очень удобно. Подошел, только поставил и деньги получил. До свидания. Никаких там... Это нарочно. Она Сарева, она уже взялась за эту тему. Она уже сто раз перемолотила и по новой начинает. Там еще есть такой Воробьевский Юрий. Вот он там эти номера, там потом, там на Афоне, там череп берет какого цвета. Если череп желтый, он берет силуэту, череп. Они из черепов там столько набрали, там до потолка все эти композиции строят. Из-за берцовых костей. Да ну, греки, шаромыжники. Вы знаете, мы вчера смотрели видео и тут до слез чуть ли не плакали. Как мальчика вы отучали к маме подходить в кружку, когда он плакал. Ну да, Яша. Нет слов, нет слов, нет слов, как нам понравилось. Нет слов. У меня сейчас слезы на глазах появляются. Я сижу. Ну, артист, артист настоящий. Очень мудрый подход. Ну как, я воспитатель, значит, должен показать, как матери-то он. Он и дует в кружку. А я потом медом угощаю его. Давай воды попей, чтобы слезы были. Да. Чтобы воспоминания только хорошие были, остались. Ну да. Заложенные. Я на процентов 90, наверное, на процентов даже 95 понимаю, ну то, что вы говорите, то, что вы советуете, на процентов 95 я понимаю. И у меня жена немного чего не понимает, а я ей говорю, вот это, вот это, вот это. Я вот с этим всегда согласен был. Я говорю, я тебе всегда это говорю, что это вот так надо, а не так. Понимаете, что людей привлекает, что мы, во-первых, не скрытно живем. Все выставляется. Открыто, да. Мусор выносил сегодня, уже больше тысячи посещителей пришло. Я сказал, что я пенсионер, у меня свободное время. Ребята, надо вынести мусор. Кто? Никого нет. Я за ведро и пошел на улицу, а меня снимали. А потом уже я начал в избе показывать. Последний ролик, самый последний стоит у нас. Ну, вот такое развлечение немножко. Просто можно потом видео это скинуть. А, если вы, если вы не против, ну, если не так, мы хотим, мы можем вам это вот видео скинуть. Называется оно, нас обучают ставить лазерным, лазером штрих-коды. Признание начальника паспортного стола. Это называется сайт. Это видео называется. Видео, видео. Ну, еще, я никогда на это даже не смотрю, я знаю, ничего этого нету. Все, если делать там штрих-коды, это на каждой булке, на каждой пуговице сегодня стоит. Им, чтобы счет вести легче. Здесь ничего нету. Это обыкновенная счетная машина. Ей не цифру надо, а цифра, она под видом велюшки такой стоит. Это никакого отношения не имеет к человеку, совершенно. Ну, как вот скотина, ей бирки на уши вешает, укажет свой номер. Вот скажите, а вот я, например, занимаюсь народной медициной. Ну, именно в рамках христианства. Вот с 20 лет, где-то, нет, где-то с 21 года, ну, я в армии был, среди чеченцев служил, и у нас там драки были эти постоянно, когда я неверующий был. Вот. И вот я после этого стал заниматься народной медициной. То есть мы, медика, вот нас Бог хранит, мы не ходим. У нас все народно, в основном продуктами пчеловодства лечимся. Я тоже не хожу. Я за всю жизнь еще таблетки не съел ни одной. Я с голубями вожусь на голубятни, несколько раз в день залажу. А на ночь там пол-ложки или сколько меду с теплой водой? Для сердца, я понимаю. Ну да, вот и все. Ну, мало того, еще погуляем, чтобы свежим воздухом подышать. Ну, не всегда это так. Не надо злиться, не злись, не ревнуй, не завидуй. Это все на пользу здоровья. Вы знаете что? Я даже замечал и по себе. Если я смотрел ваше тоже, ну, там, видео, там, за все нужно благодарить Бога. Вот у меня в жизни что не случается. Я на работе работаю, молотком часто по пальцу так ударюсь, и палец тоже синеет. Я в ту же секунду говорю, слава Богу. У меня, например, я сижу, например, у меня ребенок залез на шкаф, но я, например, его не видел. И ребенок падает со шкафа. Я всегда успеваю сказать слава Богу. И ни разу не было, чтобы он ударился. Он со шкафа упадет на пол и смеется. Или у меня лампочка падает с рук, я закручиваю, например, патрон. Я говорю, слава Богу, никогда мне лампочка не бьется. Банки трехлитровые с рук падают. Она успевает до пола долететь. Я говорю всегда, слава Богу, я за все Бога благорую, за все. Ну, лучше не колоть, пускай она банка целая будет. Надо внимательно смотреть, на край стола не ставить. А у меня вот видно или нет, я покажу на ногтях черные концовки, видите, вот, на ногтях. Это мы переворачивали жерди, ты мне придавила, и ногти были черные, а вот уже мы три месяца, и она, чернота сползает, уже почти закончилась, все. Да, сходит уже. Я тогда, когда сойдет, я подсчитаю, с какой скоростью ногти растут, за 4 месяца. А я раньше считал тоже, я уже забыл. Ну, ну, бывает так. С вами очень приятно разговаривать, мы не будем вас уже отвлекать, а какие у нас вопросы будут, мы к вам, ну, если не против, мы будем... Я спрашиваю сразу, мы все записываем в интернет, выставляете, вы не против? Мы за это. Если закон такой есть. Здесь хорошее, другие люди... Тут приезжает столько узбеков, таджиков, полно, и они оформляются целыми днями. Когда не придешь, там толпа народу. Тут ничего такого нету. У нас еще ни разу никому не отказали, который приехал бы оттуда и отказали. С Украины или кто-то. Я знаю, сколько людей уже, ну, долго. Это государство. Чтобы подделка выявилась, три года. Вот когда там началась эта заварушка-то на Украине-то. И тут приезжали люди, они у нас даже останавливались. В чем-то мы помогали им. Там крупы, муки дать, масло. А потом там полегче, они собрались домой, поехали. Наши дети говорят, сегодня вот утром на меня, сколько, двое из них, говорят, папа, все, мы едем к дедушке туда, готов деньги. Я говорю, где такие деньги возьму вам, чтобы просто съездить? Это в лагерь, в лагерь. Качели хотят тебе показаться. Без денег тут, конечно, делать нечего. Ну, я вам говорил, что для воспитания детей лучшего места просто не найти. Дети все при тебе. Летом там ходят на поля со взрослыми, ягоды собирают, клубника, там у нас все есть. И купаться, купаться специально. Мы выкопали пруд. Ребятишкам вот так вот, он не утонет, ничего там, ни деревьев, ничего нет. Они любят там барахтаться. Вот. Вот я начальник детского лагеря, 45 лет был. Ни одной аварии, ни одного перелома, ни одного отравления, ни одного, ни разу. То есть смотреть надо за этим. Ты старший. Тебе Бог доверил ребятишек, ты отвечаешь за них. Я сердцем чувствую, что Бог благословляет вас в том, что вы делаете. Я чувствую это благословение и устройство, устройство главное во всем. Понимаете, это дело в честности. Мы ничего нигде не изобретаем. Вот приняла православная церковь как? От первого века. Мы так все и соблюдаем. Вот сейчас у нас следующая неделя, вот сейчас будет масляная, а потом 7 недель до Пасхи пост. Уже ни молочное, ни мясное есть не надо. Ни яйца, ни дети, никто не ест. Если ребенок от груди матери отсажен, все. И мы все так выросли. Вот следующая неделя масляная, ну сколько осталось тут? 10 дней, через 10 дней, последний день, это прощенное воскресенье. Вы в храм сходите там, если есть храм. Вы знаете, что на меня разговор с вами действует так, что у меня от мяса отвернуло вообще. Я вообще перестал мясо есть, просто не хочется его, нет желания. Я чувствую это как труп ем. Вот я мясо не ем уже полвека, наверное, в рот не беру. Мне нужды никакой нету. А рыбу я люблю. А вот у нас приезжают с деревни, они торгуют, ну это их валюта. Молочное там, сливки, молоко, творог. Наши ребята берут, а может тут поврось. Я не беру. Сейчас никто не взял, я заплатил за один контейнерок 100 рублей. Я обхожусь без этого. Они работают, они пускай лучше питаются. А мне и так ладно. Так что они покупайте, а я буду есть. А мы живем вместе трое-то, я не буду есть. Зачем это? Ну вот у меня сейчас сметана там, как кружка сказать, в кружку вместить. Творог дали. Вы знаете, хотел спросить, а вот мы смотрели по видео, это у вас такой закон во всем поселке? Или только у вас, или только у вас, что утром поднимаются в 4.40 утра? Это мы так добровольно. А в деревне там кто когда, кто в 6. Ну конечно, те, которые уезжают в город, на машине им отвезти продукты, те встают раньше, они в 5 часов уже выезжают. А остальные, когда нужно, бывает вот комбайнер, вечером долго, фермер, он там пока роса не упадет. А утром роса лежит нельзя, значит, ему надо коров подоить, он рано встал, а потом опять лег спать. Коров отправить надо, у него 6 коров дойных. Ясно. Так нет, это никакого закона нету, но ясно дело в деревне, если корову выгоняют в 8 утра, ты должен до 8 подоить ее. Помолиться, хотя бы в часов там в 6, то уже пора вставать. Это деревня же. Мы тоже молимся, молимся утром, вечером молимся. Почти каждый день, скажу честно, не каждый день, потому что иногда засуетишься, забегаешься, а так стараемся все время молиться, утром и вечером, всегда. Ну у нас всегда утром, утром не бывает без молитв, вообще не бывает, никогда, ни одного дня в году. А вечером у нас молитва краткая, обязанностей никакой нету, своими словами. Кроме того, обязательно, чтобы мы 100 поклонов помолимся и спать. Я вот ложусь рано, раньше ложусь, а братья позже, но я встаю рано, они в 4.40, а я встаю иногда в час ночи. Мне надо интернет весь перебрать, ответить письма людям. Большая работа тут идет. И пока они спят, я печку успеваю затопить, они встают уже в избе тепло. Мы так живем дружно у нас, и как, ну просто так, все идет и идет, мы благодарим Бога. Мои дети, как после нашего разговора с вами, один видел вас, один видел, так он говорит, представляешь, мы дедушку видели, самого настоящего дедушку. Вот. А тебе правда, ты говоришь? А он говорит, да. Говорит, вот это да. Папа, ты покажешь нам дедушку? Я говорю, покажу, конечно, посмотрите. Вот. А вы наше видео не скинули еще? В интернете. Оно подойдет в свое время. Сейчас, примерно дней через 7, 8, 10, потому что ставят в другом месте, это трудно очень закачивать. Мой слабый, а другой я ставлю в один день. Вот собрание, когда бывает, воскресенье. В этот же день попросили ставить. Ну, я почти всю ночь закачиваю. У меня медленно работает. А где отдаем, там администрация. У нас не один коллектив. Где-то вот беседа состоялась, а потом отсылаем куда-то, там ставят, опять присылают, а теперь я уже замки утром снимаю. У нас очень-очень богатый материал. Каждый день по Библии, главы 2-3 выставляю я, Златоуста, там, ну, разные материалы. Очень богатый материал. Мне, правду говоря, вот это тяжело дается, вот это вот множество вашего материала. Мне как-то по-простому проще. На словах, чтобы мне сказали что-то, чтобы это нужно делать. Вот это мне проще делать. Ну, вот любой ролик посмотрите. Мы стараемся максимально просто все выражаемся и делаем. Ну, люди верят, мы абсолютно безобманные. Человек считает и говорит, а я верю вашему все, что говорите. Ну, по слову Божию проверь тогда. Мы не заставляем верить, а ты сам проверяй. Мало ли какие люди. Ну, у нас так принято, что ложь самая маленькая, неправда, это грех, как евангелист Иоанн пишет. И поэтому мы нигде не допускаем этого. Вы знаете, я вот на своей работе работаю, ну, я в настоящее время, вот сегодня, например, Павлович укреплял людям, скрип удаляю. Вот, ну, ламинат, линолем ложу. Так тоже я не допускаю малейшего обмана. Потому что, если я где-то что-то схалтурил, все равно меня Бог побудет, все равно, чтобы я пришел, переделал. И я потеряю все равно потом больше. Сто процентов, что потеряю больше. Я, видите, на армии прорабом работал. А когда вернулся, мне уже на должность не давали работать. Я уверовал. Ну, а теперь, значит, что я? Печи делал. Я 40 лет печеньком был. Печи делать. Денежно. Можно. Голова, что свободно была. Я все время размышления, что-то где-то записал. И так я хотел, а ты так Бог мне это дал. А бывает, приходят там, дачу сделать где-то. Ну, я каменщик, там, плотницкая работа, знаешь. Это раньше было. А сейчас-то я еще сижу дома. У меня маленькая-маленькая пенсия. Если на деньги сказать, это 120 долларов на месяц. 120 долларов. Это на месяц. Человек это за обед, может быть, съест только. А у меня на месяц. И всегда хватает. Я даже не нуждаюсь этим. Как-то Господь так дает и помогает для лагеря иногда. А бывает, все, продукты-то не уйдут, еще и остается. Но мы этим пользуемся. Это уже у меня люди пожертвовали. Там рожки бывает, там вермишель, мука, лепешки стряпаем, растительное масло. Ну, что такое, чтобы было. Горох бывает, сахар. Жена рядом, вот она там разные пирожки стряпает. Мы как-то так вот живем, как будто бы даже не заботимся об этом. Как птички в поле. А вы вот не против, к примеру, что я вот занимаюсь народной медициной и очень серьезно занимаюсь. Ну, а что, что народное, ты что-то не шепчешь там? Не-не, пусть Бог хранит всех от этого. У нас травы разные. Травы здесь растут. Тысячелетник, кровохлебка там, подорожник. Зверобой. А? Зверобой у вас растет. Зверобой у нас не растет. Это в горах тут растет. А. Это надо в горное место сезверобой. А мы без него обходились. Это и дудонная крапива, еще только нету. То есть, это все витамины. Я вот летом приезжают дети-то, я рву, там, листья капусты, свеклы. 12 разных названий. Я все это режу, толку, и потом детям во время обеда всем дают, чашку-то сыпят. А там все абсолютно. И дудонная крапива, и, ну, одуванчик. Это же все полезное. Ну, все, наверное, у вас что-то остановился этот. Не движется. Наверное, вы не слышите, да? Ну, что-то заглохло тут. Видно, выключили. Ну, и ладно на этом. Давайте прощаться. Прошу. Да, что-то у нас зависло. Ну, всего хорошего. Дай Бог вам здоровья, и благословение вашему лагерю стану. Все, Богом, благослови вас, Господь. у нас, если удастся квартиру продать, мы перед отъездом еще раз вас спросим все нюансы, хорошо? Потому что нам это тяжело с одной в другую республику психологически переключать мысли свои. Все, никто за это не пойдет. Никто вообще. У нас этих нету. Мы думали просто поначалу взять инструменты, чтобы зарабатывать деньги, главное. А там и необходимые вещи. А там уже в гуманитарке можно купить без проблем, потому что они везде продаются. очень приятно с Богом. С Богом. с Богом.